так всем привет идем гулять традиционно себя показывают по моему кельвин кляйн курточка вы ее видели уже тепленькая у нас очень холодно и очень мерзкая погода поэтому кофта с капюшоном дурацкий у меня футляр на телефоне видно да 6 часов нет 5 часов вечера или 6 там уже жутко темно но мы не сдаемся наш папа дома и сказал что фиг он на улицу выйдет потому что он гулял с бусиком утром и сейчас моя очередь так дорогие мои сегодня читала комменты просто знаете так расчувствовалась такие хорошие слова вы мне пишите спасибо вам огромное за поддержку пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно знаете от чистого сердца вы такие умные такие продвинутые спасибо что вы делитесь своими историями жизненными своим жизненным опытом мне сегодня написали очень замечательно также слова и в любви и в радости и вот я и постараюсь дальше жить по этому принципу знаете это как раз то что я хотела услышать у нас сейчас не очень приятные времена скажем так и еще кое-что произошло вернее некоторые события которых я вам расскажу мне как всегда повезло в кавычках или на улице поболтаем или уже домой вернусь и все вам поведаю пусть у вас все будет хорошо с наступающими дорогие мои подруги смею так вас называть дорогие мужчины я знаю вы меня тоже смотрите пусть и у вас все будет хорошо любви достатка пусть у вас в домах будет тепло светло и загадывайте желание они обязательно сбудутся идем гулять так друзья мы с бусиком гуляем покажу вам поближе эту красоту видите ангелочки там светятся а здесь вот наши соседи пойдем бусик сегодня сосед выезжал я ему говорю как красиво но и спасибо спасибо ой как красиво какая прелесть столько труда вложено у них вот этот вот дом украшен еще и боковая часть там обалдеть как только начинаю снимать появляются либо собаки либо соседи либо куча машин я хочу этот дом обойти там они гараж себе достроили трудяшки живут видите такие машины рабочие стоят у них ой как красиво здесь тоже фонарики пойдем гусь там тоже дом украсили целая стена горит что декорации какие так мы возвращаемся домой муж дома у меня сегодня я теперь обязана вас информировать почему он сегодня сделал успехи зарегистрировался он видите сбоку сбоку горят фонари дом видите сколько труда то есть лифт это другая служба есть убор такси а есть служба лифт такси и он ковырялся ковырялся полдня ко мне приставал помоги помоги в результате сам разобрался все сделал у него не получалось загрузить свою фотографию я ему подсказала все у него получилось молодец кроме того там есть акция что сделать столько-то поездок и как новичок получишь первую тысячу свою ну как бонус для новичков так сказать боже какая темень погода конечно жесть холод серое небо дождь моросит фу как противно уже поскорее весна вот ну поэтому он пообещал что завтра поедет на работу огонечки показываю посмотрим сегодня он говорит что немножко отравился угадайте чем все тем же выпрашивал у меня стакан вина сидит там не видно нифига пусть иди сюда иди сюда я сказала что только вечером стаканы не больше в общем как мне девочки сказали и в горе и в радости и эта мысль меня очень поддерживает я надеюсь что мы справимся вот поэтому еще раз всем огромное спасибо а я иду как знаете немножко ошеломлена потому что есть новости думаю сейчас домой добреду и все вам расскажу дорогие мои зрители дорогие мои подписчики блин никак не приспособлюсь к этому футляру не знаю как держать камеру в любом случае мы пришли с прогулки знаете у меня такое впечатление иногда складывается что кто-то вместо меня планирует какие-то мои действия вот сейчас возвращались мы с бусиком и я думаю где мне вам записать видео обещанное да о моих новостях и муж собирается и едет в магазин я попыталась остановить сказал что поехал за сигаретами признался что купить себе 100 грамм что надо мол отметить то что сегодня у меня некоторые новости и то что я смотрю за бусиком и то что он зарегистрировался фактически на новой работе посмотрим как он будет с этим справляться сейчас он будет на двух работах практически но многие водители так делают США а сейчас я усядусь удобненько воспользуюсь моментом так сказать и мы с вами посплетничаем так видок видите у меня какой оверсайз все свободные очень удобный свитер конечно и уютный капюшон с мехом буся козибама я тут главный да передай всем привет скажи всем привет всем привет всем привет так футляр приходится снимать он у меня на штатив не помещается ну ничего это такие мелкие неудобства я для вас приготовила две бумажки одна это план чтобы не забыть о чем я хотела вам рассказать а другое письмо но все по порядку поскольку у меня муж все таки старается почему я как бы обрадовалась что он дал мне возможность записать это видео но я бы все равно записала возможно у себя там в комнате а возможно там на заднем дворике но я уже здесь с вами и могу говорить более свободно то есть ну мой муж я скажу он и не скрывает эту проблему мы с ним говорим довольно таки откровенно у нас есть результаты и поскольку знаете как и у него есть свои переживания у меня свои переживания есть я решила его поддержать и сделать ему такой романтический рождественский подарок я зашла на сайт это прогулки по реке потомок вдоль вашингтон дисси можно там заказать например или ланч или вечер можно заказать столик даже на новый год и вот я просматривал этот сайт чтобы определиться какой подарок сделать моему мужу я себе отложила немного денег и покататься на корабле вдоль вашингтона посмотреть достопримечательности тем более сейчас все светится в огнях знаете предпраздничное настроение я уже была так этим воодушевлена и тут приходит муж и говорит на тебе письмо письмо видимо было вчера еще доставлено но почту он разбирал сегодня почту муж забирает и это письмо из иммиграционной службы кроме того на 5 января у меня была назначена маленькая косметическая операция придется ее отменить я еще спрашивала врача или у меня все заживет до 14 января причем я сомневалась сделать ли эту операцию она не сложная как утверждает врач там просто нужно сделать кое-какие срезы на коже может быть поставить пару швов я спросила у меня 14 января внимание день рождения круглая дата или у меня все это заживет врач пообещала что все заживет не волнуйся но у меня были сомнения потому что рядом с этими срезами находится артерия я так немножко знаете побаивалась ну и получается что эту операцию мне тоже придется отменить чтобы не рисковать хотя врач может быть скажет что до 11 числа тоже все заживет до 11 января но наверное я все таки не буду знаете это лишний раз стресс а мне сейчас нужно на чем-то одном сосредоточиться вот поэтому мне как всегда повезло у меня встреча внимание в 7 утра выезжать нужно в 6 утра соответственно проснуться нужно в 4 утра ах кто б еще заснул правда это такой подарок подарок для совы понимаете кому-то же вечером назначили этот экзамен на гражданство да я забыла сказать это письмо вызов на экзамен на гражданство мне еще нужно разобраться со своими правами здесь как будто бы написано что можно пригласить с собой переводчика либо адвоката я буду еще все уточнять не знаю может быть я что-то не поняла переводила через google translate вот поэтому да мало того что в 7 утра 11 января у меня этот экзамен а 14 января через 3 дня мой день рождения круглая дата как я уже сказала интересно какой подарок я сама себе сделаю да вернее даже не я сама себе а вселенная бог да что они мне готовили конечно я уже переживаю потому что последнее время я не садилась учиться но я свое оправдание вам покажу сколько у меня уже таких больших тетрадей списано то есть я и английский изучала самостоятельно и готовилась к этому экзамену но опять же там самое главное правильно ответить на вопросы по анкете там есть профессиональная терминология которая в повседневной жизни не употребляется да сейчас эти правила ужесточились когда мой муж сдавал нос чешется сдавал свои как бы вопросы на гражданство там всего 30 вопросов было все было очень предельно просто вот сейчас все это конечно сложнее ну знаете как это тоже факт везения да какой будет офицер что будет спрашивать какое будет настроение у офицера и так далее вот такая вот ситуация поэтому знаете как ни раньше ни позже в апреле мы подавали документы пусть в окно что-то заглядывает я смотрю на него извините и вот сейчас сколько месяцев прошло надо посчитать то есть не раньше не позже а именно на новогодние праздники вот сейчас начинается католическое рождество новый год православное рождество вообще в украине все эти праздники до 21 января отмечаются новогодние и вот у меня и день рождения и вселенная мне сказала фигушки никаких тебе праздников никакого тебе расслабона вот поэтому да у нас конечно скучно не бывает я имею ввиду нас это я и моя семья здесь в штатах к чему я все это говорю надеюсь вы меня поддержите в своих молитвах для меня действительно это очень важно поскольку первый кейс я подавала на политэмиграцию и мне сегодня также я написала подписчица или просто зрительница возвращайтесь домой а где мой дом мой дом была украина я вынуждена была оттуда уехать сейчас мой дом сша и как бы будем ждать примет ли меня этот мой новый дом в любом случае в любом случае не отчаиваемся конечно еще для меня было бы лучше чтобы сначала пришла постоянная моя грин карта то есть временная грин карта была продлина до апреля этого года и уже должны были выдать постоянную десятилетнюю грин карту но ее все нет и нет и и пока я официально на руки не получу вот эту вот официальную постоянную грин карту даже при условии что я сдаю хорошо экзамен мне гражданство никто не даст в любом случае офис будет ждать пока я не получу на руки свою постоянную грин карту таковы правила моя подруга тоже сдала прекрасный экзамен у нее лучший английский вообще она такая очень талантливая девушка женщина молодая но вот ждет также свое гражданство потому что нет еще на руках официальной постоянной грин карты вот такая вот ситуация что касается моего мужа эту тему тоже я закрываю знаете выговорилась вот так вот поделилась с вами я считаю что такие темы важно обговаривать это не только моя проблема и каждая каждая семья решает ее по-своему кто-то идет к врачам кто-то записывается в анонимные группы понимаете и все это излечимо и все это можно преодолеть тем более у меня муж все-таки сильный мужчина я считаю я так считаю он он старается он у меня добрый честный знаете потому что он хороший все равно его не брошу вот так вот я конечно буду вас информировать как у нас обстоят дела время от времени и по поводу ютуб наверное вы уже догадались я сделаю паузу не знаю как часто я буду выходить в эфир может быть будут какие-то незначительные видео вы уж меня простите возможно на одном или на двух кадрах чтобы ничего это не монтировать потому что вот сам монтаж у меня занимает очень много времени час или два поэтому я надеюсь увидимся с вами уже в следующем году при хороших обстоятельствах либо будем видеться урывками с вами еще в этом году знаете как я должна спланировать свое время спасибо за понимание ну и всех вас с наступающими праздниками пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно я надеюсь новый год принесет многим удачу чтобы сбылись все ваши мечты и желания самое главное будьте здоровы берегите себя но еще раз повторяюсь что я еще не знаю как часто я буду выпускать видео может быть раз в неделю а может быть до конца года или даже до начала следующего года я не знаю может быть выйду наверное выйду вас поздравить все таки с новым годом посмотрим по обстоятельствам потому что я могу сейчас вот засесть зубрить у меня кстати не очень хорошая память она такая своеобразная знаете наши мозги тоже работают не так как бы нам хотелось а так как они могут например у моего сына память такая вот он может просмотреть страницу и все другого ему больше ничего не требуется а я зубрилка допустим я помню какие-то другие вещи у меня есть другие таланты например я хорошо умею писать текст я играю на скрипке на фортепиано неплохо играла и играю иногда как вы тоже могли видеть и слышать то есть у каждого свои таланты как говорится ну а вот в плане запоминания мне нужно зубрить некоторые вещи тем более даты исторические имена я хороша в гуманитарных науках а вот все таки язык мне дается непросто запоминание дается непросто поэтому нужно будет с этим всем разобраться зубрить и повторять по много-много раз одно и то же поэтому я не знаю как у меня пойдет процесс обучения вот и поэтому не обещаю насчет видео как часто они будут выходить окей все пожалуй это все что я хотела вам сказать еще раз с наступающими сейчас посмотрю свою бумажку шпаргалку ну что ж несмотря на свою плохую память я ничего не забыла хочу только добавить что youtube меня официально поздравил с количеством подписчиков это тоже уже круглое число пятьсот подписчиков у меня на сегодняшний момент мне написали что это означает канал растет и нужно так же работать в том же направлении поэтому подписывайтесь дорогие мои друзья несмотря на то что я сделаю паузу в своих видео но я и так хорошо поработала видео старалась выпускать каждый день и даже не одно в день два три иногда вот поэтому я думаю что вы меня простите за некоторый перерыв еще раз подписывайтесь на наш семейный канал я не ухожу с ютуба я просто хочу сделать небольшой перерыв собраться с мозгами спланировать свои дела свое время и сосредоточиться на том чтобы сделать все возможное что от меня зависит вот такая вот ситуация то есть делай все что может можешь а там знаете как что бог даст ну в любом случае даже при отрицательном результате фу-фу-фу-фу постучим по дереву три раза не наша зараза конечно я буду это воспринимать все очень остро и болезненно но будет еще одна возможность я всего лишь потеряю две тысячи с лишним за эту попытку две тысячи с лишним долларов имеется ввиду потому что мы нанимали адвоката за оформление всех этих документов и и сами государственные взносы скажем так за право подать документы в иммиграционную службу ну подумаешь две тысячи долларов в наших стеснительных обстоятельствах это конечно мелочь вот будем надеяться и делать все что от нас зависит и так в любой ситуации это я делаю посыл не только к себе но и к вам делаем все что можем а там посмотрим посмотрим на результат все всех люблю всех целую подписывайтесь увидимся